Творчество делает мир прекраснее, потому любовь к нему необходимо растить в детях с самого юного возраста. Эстетическому развитию детей и подростков в Славянском районе способствует работа Центров развития творчества и школ искусств. Получив в этих учреждениях дополнительного образования навыки, ребята могут реализовать себя на различных смотрах, конкурсах и фестивалях. Один из которых – районный фестиваль детско-юношеского искусства «Радуга творчества» прошел на днях в городском Доме культуры. Он является муниципальным отбором для участия в краевом фестивале детского творчества «Молодые дарования Кубани». С середины февраля десятки школьников и воспитанников учреждений дополнительного образования принимали участие в смотрах, на которых проходил отбор для участия лучших творческих ребят и коллективов района в муниципальном фестивале детско-юношеского творчества «Радуга талантов». Этот фестиваль призван выявить и поддержать юные дарования, а также содействовать росту духовно-нравственной культуры подрастающего поколения, формированию эстетических вкусов, чувства патриотизма и любви к родине общей культуры учащихся. Цель у фестиваля много, но все они направлены на то, чтобы вырастить достойное поколение, отвлекая его от летворного влияния улицы занятиями, направленными на созидание и развитие. Эту идею несут и педагоги, которые ежедневно готовят своих воспитанников к таким мероприятиям. Культура человека начинается с искусства, уверен Александр Дергачев, руководитель образцового хореографического коллектива «Славяночка», отделение развития творчества «Жар птица». Но для того, чтобы работать в полную силу, оно должно получать отклик зрителя. Потому подобные фестивали просто необходимы, считает он. Это обязательно. Выход должен быть. Творчество должно быть взаимообменом. То есть мы должны учиться у кого-то, правильно? И у нас кто-то учится. Поэтому это взаимный обмен. Это обязательное приложение к любому творчеству, чтобы это творчество было общенародным. «Радуга талантов» – это своеобразный отбор лучших творческих коллективов в категории школ и учреждений дополнительного образования для участия в зональном смотре Краевого фестиваля «Молодые дарования Кубани». Организаторы утверждают, что пройти этот зональный отбор и выступить в Крае очень тяжело. Тем не менее, в прошлом году этот рубеж удалось взять воспитанницы Центра развития творчества из Станицы Петровской Елизавете Лаптей. «В Краевом конкурсе я участвовала с песней «Россия». Она мне принесла достаточно много побед и на международных конкурсах, и на конкурсе по иму Отечества». Педагог Елизавета Кристина Ковальчук считает, что в условиях такой серьезной конкуренции победа ее воспитанницы обусловлена личными качествами девушки. «Прежде всего, конечно, это желание самого ребенка. Лиза – моя гордость. С каждым годом мы подбираем, конечно, сложнее и сложнее репертуар. Не хочется останавливаться на достигнутом. Двигаемся вперед. Желание родителей, конечно, помощь родителей, помощь коллектива, администрации нашего Центра творчества». Всего в районном фестивале «Радуга талантов» приняли участие порядка 86 коллективов и сольных исполнителей из школ и Центров развития творчества района. Лучших по итогам этого просмотра 20 марта оценят специалисты из Геленджика. И после этого ребята будут допущены на зональный этап фестиваля. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».